Ивановские кудаисты одни из сильнейших в России. Доказать это им удалось на недавнем чемпионате страны. У нашей команды три золотые и две серебряные медали. Какой ценой дался ивановским спортсменам триумф? Сейчас узнаем. Чемпионат России состоялся в минувшие выходные в Москве. Всего в нем приняли участие 245 борцов. Наш регион представляли шесть человек. Лучшие из лучших. Сильнейшие ивановские кудаисты, завоевавшие это право на первенстве ЦФО. Тяжело было. Почему? Потому что у нас в этом году был юбилей федерации, 20 лет. И все спортсмены очень хорошо подготовились. И нашим ребятам особенно было тяжело, потому что Дальний Восток очень сильная команда. И каждую схватку наши ребята приходилось вырывать зубами, уходить с статами. Вика единственная девочка и самая младшая в команде. Ей всего 12. Поучаствовать в первенстве страны было заветной мечтой, которую девочка воплотила в жизнь уже через два года упорных тренировок. К сожалению, завоевать медаль кудаистке не удалось. Соперница попалась неравная. Первый бой выиграла, с девочкой билась. Второй бой мне попал с девочкой, больше меня, выше. И я проиграла ей, потому что не смогла ее кинуть. Она тяжелее была меня. И выиграла на бросках. А вот Саше одолеть противника удалось. Правда, не без жертв. В полуфинальном бою он получил серьезную травму руки. А в финале, превозмогая боль, вырвал золото. Заморозили. Заморозка специальная. Замораживаю. И потом вышел финал. Отбились, несмотря на травму. Серьезные соперники были. И в финале тоже очень тяжело доставалось. Артем травмировал правую руку до первенства. Но от идеи сразиться за чемпионский титул отказываться не стал. В финальном поединке именно травмированную руку он отправил соперника в нокаут. Были тяжелые бои. Выиграл все досрочно. Хорошо было. В конце, конечно, руку до конца повредил. Сейчас не буду пока заниматься. На России я уже третий раз все поигрывал. Это первый раз я выиграл чемпионат России. Конечно, я очень рад. Стремился выиграть его. Ваннику золотая медаль досталась только со второй попытки. В прошлом году на чемпионате России он потерпел фиаско. На этот раз к соревнованиям готовился намного ответственней. И это принесло плоды. Меня подготавливали на каждый бой. Мы изучали соперника, что и как он делает. И говорили, какие приемы надо делать. А так, да. Каждый соперник был тяжелее, чем в прошлом году. Спасибо тренерам. Ну и вот поэтому я выиграл. Сделал то, что отрабатывал на тренировках. И был очень рад. Лавренц в соревновании привез серебро. Но и таким результатом доволен. Ведь до этого два года подряд терпел поражение. На этот раз упорство и самоотдача были вознаграждены. За три недели у нас были сборы. На этих сборах мы занимались лучше. Ну, не все, а кто ехал на чемпионат России. И благодаря этому я выиграл. Аган тоже завоевал серебро. Силы в финальном бою оказались равны. Поэтому судьбу спортсмена решали судьи. Счет был равный 2-2. Там в конце он чуть-чуть себя лучше показал. Как бы силы воли там всегда. А ты за это выиграл. По итогам первенства в копилке ивановцев три золотые и две серебряные медали. В спортивной истории нашего региона такие показатели впервые. Тренер кудаистов чемпион мира Эдгар Колян за своих подопечных горд. Но победы не дались легко и наставникам спортсменов. Тренер состава полностью то, что они знали, полностью вложили. Независимо от времени. То есть мы даже проходили до 12 часов здесь сидеть на собраниях. Разрабатывать методику, как нам лучше провести тренировки, как их подготовить правильно. Потому что ребята были не только физически подготовлены, но они были морально подготовлены. Впереди у триумфальной пятерки чемпионат мира в Токио. Но до него еще целый год. Так что кудаистам предстоят еще долгие часы тренировок. На грани собственных возможностей. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.